Мотов, поехали, здрави, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами об эмоциях. И эмоциях, будем сегодня говорить о эмоциях, негативных эмоциях. Ну, негативных эмоциях, первые эмоции, как страх, горесть, ненависть, обида и так далее. То есть эмоции, которые вызывают, скажем так, с первого взгляда, негативные состояния, негативные эмоции. Ну и представители взгляда тоже они вызывают негативное состояние. они, скажем, не есть благо. Здравия, друзья! С вами Руслав Мудров-Аранцук, Академия Семенотношения Веда Дум и Тринцентра Грии Майн Лайф. Итак, тема эмоций. Насколько важно проживать или не позволять себе проживать негативные эмоции? И я сейчас не буду перечислять целый список этих негативных эмоций, но самый важный вопрос, нужно ли нам перепроживать негативные эмоции, которые мы испытываем, которые случаются вследствие наших жизненных уроков, которые мы выпадаем. Ну, наверное, само слово «жизненные уроки», я думаю, вам уже дает подсказку, что я имею в виду, когда я говорю, что нужно их перепроживать или нет. Если мы говорим, что это жизненные уроки, то, наверное, конечно же, это нужно, поскольку это есть урок. Если смотреть с обывательской точки зрения, когда мы говорим, зачем печалиться, зачем переживать боль потери близкого человека, собачки, агрессии, обиды, боль предательства, боль измены, боль потери бизнеса, боль потери близких людей, боль войны и стихийных действий и так далее. То есть любые печали, любые боли, которые приходят к нам. Нужно ли нам их перепроживать? Нужно ли нам это делать? А особенно, когда это касается детей в том числе. Как вы думаете, друзья? Сдайте себе вопросы, сделайте паузу, давайте подумаем вместе. Когда вы подумаете, найдете ответ. Продолжайте слушать это видео, а я сейчас поделюсь своим впечатлением по этому поводу. И мы посмотрим, насколько наши взгляды совпадут. Итак, мы говорим об эмоциях, печали, гнева, предательства, измены и так далее. Нужно ли человеку проживать эти эмоции? Или нужно быстренько их забыть? Вот человек разошелся в отношениях, например, или потерял близкого человека? Нужно ли ему оплакивать его? Нужно ли ему переживать это состояние, боль? Или нужно, то есть, все-таки нужно переключиться на что-то позитивное, чтобы не есть себя и не грызть себя? Как вы думаете? Вот представьте, человек потерял близкого человека. Сколько нужно ему печалиться, сколько ему нужно оплакивать близкого человека, которого потерял? День, два, десять, тридцать, сорок, сто восемь дней. Как вы думаете? Я недавно слышал, что есть определенный временной период в разных культурах, это по-разному, духовных. Но я слышал, что да, есть сорок дней оплакивания. И сорок дней мы знаем, что, я не знаю, это христианство или какая-то вера, но что, по-моему, даже ведическое, что сорок дней нужно душе для того, чтобы сформировать, из грубого тела перейти в тонкое тело и покинуть его. Сорок дней нужно. И как бы эти время можно оплакивать, нужно оплакивать. И для чего нужно оплакивать? Что такое оплакивать? То есть быть в этих эмоциях, проживать эти эмоции по полной программе, не задавливать их, не пытаться переключиться на какой-то подсети. Я считаю, что мы должны перепроживать эти эмоции. Почему? Потому что эмоции дают нам опыт. Дают нам опыт. И вот пережив боль потери эмоций, боль потери, чувство потери близкого человека, это дает возможность нам испытать огромную боль. И мы знаем по закону притяжения, что и по кармическому закону, что для того, чтобы начать развивать себе новые качества, выйти из зоны комфорта, мы должны испытать достаточно большое чувство боли. И вот когда мы испытаем это боль, столько, что она уже выше крыши, вот только после этого мы начинаем двигаться. мы начинаем что-то делать для того, чтобы выйти из этой зоны комфорта и начать радоваться. То есть тебя не устраивает боль, которую ты испытывай сейчас. И ты ее должен испытать ровно столько, сколько тебе вот чувствуется, тебе хочется. Вот прямо вот, что ты вот уже настрадался, вот уже чувствуешь, что все настрадался, уже страдает все, уже все выплакал, все слезы выплакались, все страдания перестраданы, все рассказы перерассказаны, все слова высказаны, и уже ничего не осталось, ты уже пустой. И наступает облегчение. И когда наступает это облегчение, после испытания вот этой большой чувства, ты чувствуешь, ты пустой. Должно возникнуть желание, вот что-то, знаешь, какой свет в конце туннеля. Ты такой, видишь, эй, есть свет в конце туннеля, что-то есть полезного в этом. А что дальше, что дальше, что мне теперь делать, как быть дальше? И вот в этом состоянии огромной боли к нам приходит прозрение. К нам приходит прозрение, мы находим новый способ, как радоваться жизни. То есть когда ты настрадался уже вот так по горло и даже выше, тебе хочется чего-то нового, зарядки. Ты находишь новый способ радоваться жизни. И в этой связи я настаиваю, но это только мое мнение, друзья. Знаете, я всегда говорю только то, что я вижу, как не претяну наиск на последней станции. Я вообще транслятор. Я переводчик и комментатор. Я получаю информацию, и я ее транслирую, комментирую, так как понимаю ее я. На своей частоте. И если это вам отвлекается, значит мы с вами на одной частоте. Значит, моя трансляция, моя радиостанция, транслирует радиостанция, вот это, да, говорилка. А ваши ушки, они слушают, и если это вам нравится, замечательно, мы с вами на одной волне. Так вот, только перепрожив эти эмоции, сполна приходит просветление, приходит прояснение. Приходят новые идеи, которые помогают нам двигаться дальше, расширять пространство радости. И наоборот, я хочу сейчас вот очень важный такой момент заострить. И совсем наоборот происходит, когда мы подавляем себе эмоции, подавляем, глушим, переключаем внимание, включили внимание, типа там, ты какой-то там, найди себе там цирк, отвлекись, займись чем-то, то есть не думай об этом, не плачь, не страдай, найди себе что-то, куда отвлекало. Правильно ли это? Конечно, неправильно. Почему? Потому что в этом случае эмоция не прожита и не получен опыт. А раз не получен опыт и не прожита эмоция, значит, ты недополучил возможность расширить свое пространство радости, счастья, выйти из зоны комфорта и начать по новому жить. А ведь именно для этого мы получаем эту боль. Потому что боль нам и дает возможность понять, что вот так жить, как я жил в Доселе, это нерадостно. Хочется жить по-новому. И если же вы в эту боль себе подавили, закатали ее асфальтом и большим трактором, то вы не получили тот опыт, который должен был прийти к вам с этой болью, с этой потерей, с этим предательством, что там у вас произошло, какая-либо боль, какая у вас есть, вам нужно ее перепрожить. Но запрятав ее, затерев ее, сделав вид, что ее не существует, как страус голову сунул в песок, это не даялит вам радости. Вот, друзья, я хочу, чтобы вы на этом заострили внимание, как это важно. Вот, если любой опыт, который к нам приходит, нам важно, эти эмоции, которые мы испытываем, эти чувства, которые идут светлыми за эмоциями, нам обязательно нужно прожить по полной, прожить сполна. Потому что именно этот опыт, эта сумма этих всех опытов дает нам видение нового образа жизни. У нас возникает мотивация, что я вот упал на самое дно, вот уже как свинка хрюкал там, уже больше не хочу, я понял, что такое дно, хочу теперь подняться наверх. И у нас очень много примеров людей, которые сегодня известные люди, которые жили на самом дне, жили в бедноте, в нищете, из бедных семей, из черных кварталов, из Гарлема в Нью-Йорке, например, и так далее. И эта боль, которую они получили, когда человек получил достаточно боли, и у него появилась мотивация, она позволяет выходить наверх. Когда же ты приспосабливаешься, боль не такая уж большая, ты говоришь, ну, колет и горячо, и спать неудобно, ты все-таки спишь, ты все-таки живешь этим на этом уровне, то это значит, что боли мало, тебе нужно еще более. Это касается любого вида нашей деятельности, семейные отношения, что часто встречается, социум, ваше личностное развитие. Если вы еще не начали двигаться в новом направлении, значит боль, которую вы испытываете, еще мало. Я рекомендую, что испытать больше боли. Найдите себе учителей, не убегайте от них, они помогают скрыть ваши больные места, потому что именно учителя наши учителя, а учителя это, прежде всего, наш папа, мама, родные и близкие, наши партнеры по отношениям, они дают нам самые сильные уроки, и, как правило, они нажимают на те слабые места, которые у нас самые незащищенные и недоразвитые, они знают, куда нажимать, интуиция им подсказывает. Окей? И вот здесь же также можно добавить, в связи, что вот новости, негативные новости, насколько, вот негативные эмоции, которые, негативные новости, новости, которые идут по телевизору, вот нужно ли их смотреть? В ответ то же самое, да, вот нужно смотреть негативные новости. Я раньше был уверен, что не нужно их смотреть, поскольку они являются деструктивными, то есть они вызывают негатив. Но я понимаю сейчас, пользуясь законом притяжения и кармическим законом, что раз ты включил телек, и он до сих пор у тебя есть, значит тебе еще недостаточно боли в твоей жизни, и тебе нужно периодически включать телек и видеть негативные эмоции для того, чтобы получить больше боли. Окей, когда ты добьешься боли достаточно много, тогда ты начнешь двигаться. И вот те эмоции, которые вы переживаете, когда вы смотрите негативные новости, они создают вам прекрасную возможность получить боль. И вот по моему пониманию, закон притяжения именно позволяет тебе как раз и найти тот канал, ту новость, которая тебе нужна для того, чтобы ты допрожил наполненность этой болью, которую ты не допрожил в социуме. Окей? То есть это мы говорим о негативных эмоциях, которым сегодня кишит пространство меди. И вот если вам попадаются негативные новости, то проживите их, проживите, получите эту боль. И задайте себе вопрос, вот что это боль, для чего мне эта боль, почему часто люди тащатся, смотри, тащатся они все, смотри, какие-то ужастики, страхи. Я отдельно видео писал по поводу гормонов, да, это все здорово, но также те эмоции, которые ты получаешь, значит они тебе нужны. Раз ты кайфуешь из ужасиков, страхов, тебе нравятся смотреть негативные новости, смотри. Но будь осознанным. Задай себе вопрос, а для чего мне это негативно ночь? Что я сейчас испытываю, вот глядя, как идет ураган, люди гибнут, дома рушатся, что я при этом испытываю? Какие чувства, какие эмоции у меня возникают? Для чего это мне? Будьте осознанны, проживите это, потому что эти эмоции, которые у вас возникают, они дают вам подсказки, над чем вам еще нужно поработать, что недоделано в вашей жизни и чем нужно заняться, чтобы выйти с этого состояния, в котором находитесь сегодня вы. Потому что, еще раз напомню, что негативные эмоции, боль, которая возникает в процессе нашей жизни, она именно позволяет нам начать двигаться вперед. Вот, друзья, пожалуй, так. Вкратце, что я хочу сказать, 14 минут, вписываемся, 15 минут. Отлично. Ваши пожелания, всем любви и радости, живите в благости, ваше исправление и дополнение. Пожелания, друзья, добро пожаловать в комментарии на YouTube и на наш канал Веда Дом. Окей, у нас канал Веда Дом, а на Телеграм. Основные каналы, где мы обещаем об отношениях красивой жизни и о том, как находить и исполнять свое предназначение. Всем любви и радости, живите в благости. Не претендую на это, на последние станции. С вами был я, Слава Мудро-Воронцов, Академия Семидной Отношений Веда Дом и Тренинг Центра Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь тоже жить на яркой стороне и радоваться жизни. Делай это прямо сейчас вместе с нами. Намасте.